Субтитры создавал DimaTorzok Я, наверное, сказала, да сколько надо, столько и буду сидеть, что вы тут все, могу, буду, в общем, такие вопросы. Конечно, я понимаю, о чем вы говорите, что консерватизм предполагает, что можно сидеть, выжидать и смотреть на появляющиеся возможности, но, наверное, есть какие-то, я не знаю, системы возможностей, в принципе, системы возможностей, которые можно рассматривать. Вот, может быть, по такому сценарию, может быть, по такому сценарию. Вот идея действительно транзита и передачи власти какому-то другому человеку, это вообще... Это разные вещи, вы их соединили в одну, а это совершенно разные вещи. Поправьте меня, пожалуйста. Когда, кстати, когда Путин говорит о транзите, он говорит о стратегии, он говорит о стратегических возможностях, он не говорит о том, что вот я сейчас пойду и кому-то передам власть. Во-первых, он, я думаю, что понимает непередаваемость его власти другому человеку. Это крайне опасное и конфликтное дело. Это не история 99-го года с Ельциным и им. А другая история совсем. Вот эту власть, его власть в системе, кому можно передать без риска и для его ближнего круга, которые прекрасно понимают, что такое, даже если это кто-то из его круга, он резко меняется в весе. И даже уже в момент, когда он назван, на него указали, начинается... Все, считай, покойник. Начинается жуткий конфликт. Но это для него тоже опасно. Ведь он не думает, хотя он и юрист, не пытается юридически представить себе вот список этих полномочий. Но, вообще-то говоря, интуитивно он понимает, что это, вот это, как бы, какой-то... Это миры... Это герои Марвела. Это что-то такое, что просто не сможет действовать обычным образом. Значит, он будет, как и он, Путин, будет аномальное существо. Но у Путина были какие-то остаточные, как он считает, в всяком случае, есть ограничения, сдерживания собственные. А откуда они возьмутся у другого? Если представить себе вот просто портреты его ближнего окружения и кто из них является носителем какой-то культуры сдерживания. Все-таки Путин давно начинал, давно этому учился еще в Советском Союзе, а другой нет. Поэтому, когда он говорит о транзите, он говорит о загадочном моменте, когда, так сказать, и он еще не знает структуру этого момента. А когда он говорит о преемнике, он говорит о своей прерогативе, которую он не готов никому отдать. Да, я, когда придет время, скажу, назову. Это тоже форма сдерживания. Не лезьте, не лезьте, я скажу, вы не скажете. Вот, и поэтому вот это его все загнаны в такой странный клинч. Они, как бы, должны, вообще-то говоря, вовсю заниматься этой проблемой. Это непростая проблема выстроить вот такой механизм передачи власти. А нельзя, куда не пойдешь, нельзя. Путин смотрит за тобой. Старший брат помнит тебя. Поэтому отсюда возникает такой вот, как говорил один мой друг, застой. Вот такой странный застой, который не является состоянием предсказуемости. В Советском Союзе вы знали, что такое застой там, что через год будет, если не умрет, тот же Леонид Ильич. Вот, и, в принципе, правила были известны. А тут застой без правил. Вот это, и это, как бы, мы в этом состоянии подойдем, безусловно, я думаю, скоро, к моменту, когда будет решаться, так что же все-таки, как власть будет передана. Понимаете, есть ощущение. С одной стороны, вы так говорите, что я начинаю даже сочувствовать немножко ему в его непростом положении. А с другой стороны, я не могу не отметить, что вот ровно ваш текст, он с 12-го года или, ну, наверное, с 12-го года сам и произносит. Как бы я, а кто, как же, если не я? Он, он, только он не так хорошо говорит, как вы, но, в принципе, он бы сейчас вас очень поддержал, я думаю. Ну, он год назад, он полтора года назад, он чуть было не поставил правильно, чуть было не поддался опять идее, что все-таки надо рационализовать эту ситуацию и включить конечность срока. Мы просто забыли, потому что там он очень быстро понял, что это не получится, что он этого не перенесет, и сразу появилась Терешкова со своим, так сказать, своим временем. Но, вообще-то говоря, это им, я думаю, не планировалось изначально. Он несколько раз подходил к моменту, когда, ведь транзит-то рациональная вещь. Да, есть какие-то сложности, их много, надо строить определенную комбинацию партии, оппозиции, дума, правительства, как-то всех включить в какой-то проект. Но он не видит, как это сделать, и поэтому получается, что у нас мы подходим к транзиту без механизма, без механизма транзита. А тогда, действительно, может быть, все что угодно, ну, может быть, он может назвать преемника, и тут выяснится, что этот преемник никому не нужен, включая население страны. Это очень опасная ситуация. Так же, как не нужна вакцина. Да, вот это с вакциной, это бы... Да, вот он назовет кого-то, да, и что? Ну, мужик пожмет плечами и скажет, ну, хорошо, назвал. А дальше что? Это кто такой вообще? Я его не знаю. Система действительно выстроена таким образом, что есть вот эта вот серия технократов, которые могут перемещаться по горизонтали, как довольно быстро перемещаться по горизонтали. Никто, в общем, особенно не способен сделать никакого вот этого вдруг, такого вот кульбита вверх неожиданно. Как при этом застоя, действительно, возможно ли тут какие-то черные лебеди, возможно ли здесь какие-то... Как бы так прозвучать, чтобы я не заставляла вас быть Кассандрой и предрекать какие-то, значит, ужасы, но просто системно как это работает? Просто тип игры будет другой. Ну, во-первых, могут все равно, мы, все мы люди, и могут происходить неожиданные вещи, в том числе, почему и в мире могут. Ну, я думаю, что это другая игра, это скорее игра в кальмар. Так что вот к какой-то фазе той игры мы можем подойти, когда начнется борьба за то, чтобы кто выйдет из игры с призом. Вот. И тогда, я боюсь, правила не будут действовать. Даже те, которые продиктует лично Путин. Просто сейчас он может диктовать все, что угодно. Да. Вот. Но эта возможность иногда резко исчезает. При изменении ситуации то же самое было в Политбюро 1985 года. Громыко был всесилен раньше, а когда уже умер Черненко, он уже заключал сделки. Да, с Горбачевым. Поэтому здесь в окружении Путина есть сильные люди, которые, наверное, чего-то захотят. Но, повторяю, как бы это была не игра в кальмар. Игру кальмара я в заголовок вынесу, просмотров наберем. Вот, как я понимаю, значит, у этого застоя, системного застоя, у него, значит, все-таки есть действительно вот эта вот конфигурация, если совсем грубо и прямым языком говорить, все это заключается в том, что Путин все-таки, Путин не нужно, чтобы кто-то резко куда-то возвышался. Но есть еще второе, что вы упомянули мельком, а я бы хотела на это обратить внимание, что силовой блок все очень сожрал вокруг себя. И вот с ним какая ситуация? Он как будет развиваться? И какая у него... Он не все сожрал. Не надо. Он не все сожрал. Он сожрал кое-что. И кое-кого, конечно, при этом. Ну, когда там Уликаев сел? Лет 5-6 назад. Сейчас я вам скажу. Это 17-й год. Нет, декабрь 17-го года. Это суд, по-моему. По-моему, 16-й. 16-й это, да. А суд 17-й год, правильно? Я уже не помню. Суд и приговор 17-й год, да. Вот. Но смотрите, есть ведь огромные новые ресурсы. Есть, например, цифровизация. Вот мы всеми думаем... Многие, во всяком случае, думают, что это какая-то пропаганда. Это совсем не пропаганда. Это гигантский, мясистый, так сказать, калорийный кусок, которого не было раньше в нашей, в игре, так сказать, на столе игровом. И здесь пока, скажем, силовые структуры, они запускают туда щупы. Но это пока не их, не их доля. Я думаю, что здесь будет какая-то игра вокруг того, кто будет хозяином суверенного интернета. Суверенный интернет будет, не беспокойтесь. А вот кто будет его владельцем? И вот тут начинается большая игра. Большая игра на большие ставки. Вот так что... И это только одна тема. Там, скажем, пропаганда, она... Наша телепропаганда и прочее. Она... Это очень важная часть, важная власть. Но она все-таки секторная вещь. Она... Ее трудно монетизировать. А речь идет о собственности на долгие времена. Потому что, ну, сменится власть. И пропаганда в этом виде потеряет ценности. Они попытаются использовать ее. Они попытаются использовать момент ухода. Мы увидим очень яркие картины антипутинизма, значит, в исполнении Соловьева, Эрнста, Киселева. Мы увидим какие-то сериалы об ужасах коррупции, значит, кремлевской и так далее. Вот, ну... Кадры фильма про дворец в Геленджике будут использованы. Ну, это все... Да, и они будут сделаны очень профессионально. Но это все будет ничтожно. Это будет все самозащита. А все интересное в перспективе, а перспектива в цифровизации. Я сейчас вот задам расстрельный вопрос просто ради зрителей. Я уверена, что сейчас бы многие на моем месте задали вопрос, о каких сроках мы говорим. Это вот к 24-му году, это к 22-му году, 22-й уже вот-вот. Это мало. Когда игра в кальмар-то уже там совсем? Ну, здесь я, это мне еще Путин говорил когда-то, я склонен всегда ускорять процессы. Да, мне все время кажется, что дела идут быстрее, чем на самом деле они идут. Вот, как говорил мне кое-кто в Кремле, торпышка был голодный, проглотил утюг холодный. Но я думаю, я-то еще, мне кажется, когда я смотрю на это дело, мне кажется, что мы это все увидим до 24-го года. Но, возможно, мы увидим это, скажем, вот где-то вот в 22-м, 25-м годах. Вот, а, скажем, будет попытка, и ее надо ждать, попытка как бы законсервировать, заморозить, зацементировать ситуацию в следующем году. У Путина заметно это намерение, и, может быть, он кем-то пожертвует, чтобы его не торопили слишком уж. Вот, это не исключено. Но мне кажется, что, ну, куш очень велик, и очень страшно откладывать это на будущее у людей вокруг Путина. Так что я думаю, что все-таки, да, не позднее 23-го года начнется Кутерьмах. И она не будет связана с выборами, как таковыми, и с решением Путина. Хотя будут попытки подтолкнуть это решение каким-то таким безопасным для себя образом, создавая просто какие-то плохие ситуации. Ведь там военные, например, на границах Путин чувствительны к этим вещам. А их можно создавать по договоренности. И печально, что я думаю, что вот такие договоренности между премиальным классом в верхах нашим и украинским, они возможны. Они возможны. Так сказать, кризис можно купить. И Карибский кризис тоже можно купить. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.